все все собрал предохранительные габариты поменял габариты стоп и повороты все работает все четко ну а теперь астана по именам покатаемся на 150 как думаете надо ехать до работы за кофе обязательно съесть за кофе хочу сильно это выкинуть все в кузове помыть его не снаружи помыть в кузове помыть это все выкинуть на мусорку поедем на нем пытаемся сейчас этих на двух убрать сейчас стоит тарактин здрасьте прохладно стало ремень запищал маленького слова подходит удача в этот момент как ты меня заебал вот этого что друзья на большой машинке кататься конечно кайф прям уютно комфортно он тоже сделан ведь у него все под рукой то есть вот кофе дали все под рукой как-то все удобно ну и он комфортный такой я бы сказал сейчас не быстрее 40 миль потому что по платной дороге не поехали по фриваю поехали по обычной потрясаю все вроде окей пока пока едем пока окей создаем до базы выкинем большой мусора дает что от фильтра там вот это все было пришел к радиаторам все крупное чтобы бак дома не забивать и надо будет поднять его на подъемнике о чем еще покажу там недолго быстренько сделать нам покажу будет повод меня поругать да пока не скажу но потом покажу ремень падла так и пищит кстати с новым насосом не пищал со старым пищит у меня есть положение что просто шкив где-то чуть чуть подогнутый и он как будто зажимает его в один момент определенный это уже похер да я уже не хочу ничего делать что-то я подустал от этого можете стоять даже грязное лобовое стекло да лобовое грязное сейчас я на работе помою а нет видно кого грязь на стекле как он крепец грязный я думала мы на мойку заедем а нафигу нужно горячей водой помоют а ну тебя же там кирпель да подкрылки раму все отмытим уже фотографировать его и до свидания план такой друзья все на шапе мой родной шап смотрите снял подкрылок колесо для чего вот вам покажу какие ваши версии будут что это такое ведь она шов залезу все четко прям у нас коллектор мать его блять как бы вам посвятить а вот так вот трещину помните а вот замазка мало того что она отпала бог с ней она воняет так и дым идет как будто все это сейчас сгоришь на я будем варить зачистить его зачищать вот здесь нагревать и варить сейчас ковыряю сколько от ковыряю и снизу на вот это подлезти к нему под нему повыше подлезу а так видите подвесочка все четко новенькая все круто тормозил красненькие и вот этот шланчик насоединить это на передний привод идет нахабы вакуумная система отпали чуть-чуть короче сейчас будем сваркой заниматься что друзья вот такую канавку сделал все зачищено сейчас надо его нагреть это же чугун нужно нагреть горелкой и на горячую варить и все будет четко автоматом проварим с жить будет и кащер здрасте ты видел что я снимаю видел подсматриваешь так ладно а поднимать его снизу завозить получилось как получилось я думаю лучше чем замазка будет вроде варится посмотрим ну вообще обычно рядом лопается будем посмотреть ну да покатаемся посмотрим время покажет и сюда Знаете, почему мужики в гаражах ремонтируют машины долго? Сужен с собой не будет? Нет, потому что тут ходят люди и есть с кем поболтать Ну ты все-то мне рассказывай С одним поболтаешь, со вторым покуришь с третьим поболтаешь, потом уже опять курить пора Потом нам позвонить к Рифам кому-нибудь позвонить, поболтать А пока болтаешь, нам надо покурить Да-да-да Все, все секреты рассказала? Да Раз уж я стала свидетелем Ты первый раз? Не первый раз, просто обычно тут меньше народу выходные Ну видишь, так все стало Люди время есть, заниматься своими делами Да, мучаюсь, потому что у меня нет маленькой головки на 5,5 Дома есть, тут нету, поэтому разводной ключ Нет, помощь Adjustable range До спать на родзаконги Молодцы, как дела? Да, как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Гудем, хорошо Как дела? Будьте Как дела? Тебе есть? Не проблемы Майк говорит, что у меня есть проблемы? Мой проблем нет лицензии. Нет лицензии? Я не буду в суд, но я получаю документы. О, окей. Я говорила Руслан, я говорила Алекс, я говорила Грэг, я говорила всех. Я снимаю фотографии, я говорю, я хочу делать это. Что я говорю? Модель, работа? Окей. Я говорю Руслан, я говорю, я говорю, что я говорю, я говорю, да, 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 потому что Вася не понимает трюк, и теперь Джорка, они хотят работать, и я знаю, они даже деньги за это. Чайбао. Вот и все. Три клипса ставим, готово. вон. Вон- Продолжение следует... Чуть-чуть коллектор секет, слышно, но тут я уже все бессилен, так что I'm sorry. Будет так. Ну сейчас берем мойку, горячую воду и моем его. Намываем и останется у нас только лобовое стекло. На лобовое стекло на неделю люди приедут, поменяют. Прямо домой приедут, в гараже поменяют. Тот человек, кто у нас на траках меняет, стекла нам приезжают здесь. Я думаю, домой тоже приедет, поменяют. Сколько будет стоить, не знаю. На Мерседесе он тут менял стекло на Ешке, парню, 200 долларов. Тот говорит, блин, хоп-хоп такой, мне денег сонет. Короче, я тебе рассрочку на год сделаю, по 20 долларов в месяц будешь отдавать. Кстати, эта тема нормальная здесь, рабочая. Инструменты там приезжают, Снепан, МакТулз, еще какие там приезжают. Дорогой инструмент, реально дорогой, но с пожизненной гарантией и все. Вот у меня сверла МакТулз, набор, я не помню сколько там, 35 или 40 сверел, стоит 400 долларов. Но у них пожизненная гарантия. То есть я сверлю, ломаю, он приезжает, по пятницам я ему отдаю, он мне новую дает. Это круто. И сверла офигенные, но бывают ломаются. И вот у них тоже заходишь, допустим, вот хочу эти сверла, тебе не надо сразу 400 долларов отдавать. Ты говоришь, окей, давай в рассрочку. И ты отдаешь сколько ты можешь. То есть он по пятницам приезжает, можешь 30 долларов отдать, можешь 20, но главное отдавать. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть отдавать. Потом рассчитаешься, все. Забыли. Без процентов, без ничего. Ладно, сейчас я его намою и поедем дальше. Тебе нравится этим заниматься? Стотой? Я люблю, не хочу. Понятно. Если у мойка, вот это колечко сегодня не лопнуло, а колечки есть, они в офисе, но офис закрыт. Я бы поменял, сейчас помол бы его полностью. Но так я тут только багажником умою и поедем на мойку. Слично, давления нет. Еще меня и нотом полустыном называют. Так, ну что, подъезжаем к моечке. Да, дворники не хероничатся, но сейчас смысла нет их менять. Так, 7,2 клиренс. Мы вроде пройдем. Должны пройти. Может, проходим? У нас обычный пикапчик. Как-то же пикапы моют. Да, проходим. Или на грузовую мы тоже. Я не знаю, вроде не. Было бы написано, ноу пикап. Так, что я хочу? Куда? Так, вот сюда. А, вот есть. Подожди. Ну, танкс. Ну, пикапс. Что мы возьмем за 10 долларов. Ну, пикапс. Заберите карту Заберите карту Закрываем форточки Мне очень нравится, что на мойках нет очередей Я помню, полтора-два часа стоял на мойках в очереди Так, проходим Давай Куда-куда-куда, говори Ревее-правее Все Тормоз пускаем И наслаждаемся Сейчас мы не едем Давай, запускай нас Базовую мойку выбрали за 10 долларов Самую дешевую О, нас взяли Поехали Я так понимаю Те пикапы, у кого сзади двухскатные колеса стоят Их уже не помыть здесь Прям без вариантов От дворника резинка болтается От дворника меня Сколько она? Три-три минуты и половину. Лобовое стекло чистое будет, но все равно сейчас будет ехать. Лобовое оригинальное стоит. Продолжение следует. Как в самолете? В самолете тише. Сейчас нам зеленая бабочка загорится. Дешку включаем, поехали. Вот так вот, ребята, это работает. Быстренько, быстренько и погнали. Заехали вечерком в магазин, у нас уже вечер. По форду я не знаю, что еще по нему снимать. На неделе будет замена лобового. Все. Там неизвестно, получится снять лобовый. Да, может я на работе буду, человек просто поменяет. Вот он красавчик. Открылся. Дворники новые уже поставил. Катаюсь пока. Пока он у меня катаюсь. Я почитал параметры мотора. Это 5,4. Я офигел. У него 305 лошадей. Видите? Все. Все лампочки потухли. Все четко. Дворнички новые. Сейчас лобовое поменяем. На неделе и все. Все работает ровненько, четко, без всяких проблем. Все окей стало. Давление масла в порядке. Все в порядке. Друзья мои, чуть-чуть на тему сервиса. Как вы видите, у нас новое лобовое стекло установлено. Сегодня понедельник у нас. Пока я был на работе. Приехали люди. Позвонил. Сказал адрес. Человек у нас приезжает в нашей компании. На траках меняют постоянно стекла. Позвонил, спросил у нас 150 алфарда. Он говорит, не вопрос. Я ему сказал адрес. Он говорит, сегодня надо. Я говорю, да не горит. Он перезвонил, говорит, у меня получится сегодня. Я говорю, окей. Все. Он сегодня приехал. Жена просто открыла им ворота. И все. То есть не надо стоять контролировать, еще что-то. Люди просто зашли в гараж. Спокойно сделали свою работу. Собрались и уехали. Кстати, старое стекло с собой забрали. То есть мне даже мусор не надо за ними выбрасывать. Все четенько, аккуратненько. Все сами разобрали, сами собрали. Скотч сказали, завтра оторвешь. И все, и катайся. То есть кататься уже сегодня можно. А скотч оторвать завтра. Вот так вот. Кайфово? Я считаю, что да. Так, друзья мои. Вот смотрите. Скучно же мне. Продолжаем воскрешать форда. F-150. Комплектация Лариат. Воскрешать-то. Ну, воскрешаем. Ничего не воскрешаем, а уже так глазки намазываем ему. Ну да. То есть лобовое новое. Я уже показывал. Сейчас я занимаюсь тем, что он будет очень красиво смотреться. Сейчас стекло почистил. Клею еще. Преималенько остался. Вот то стекло покажи. Одну дверь я уже сделал. Тонировка. Тонировка регальная. Все в пределах разрешенного. И решил я ему сделать тонировку. Потому что он белый. Он будет очень красиво на фотографии рассмотреться с тонированными стеклами. Сейчас разбираю дверь. Тут дверь. Раз, два, три, четыре, пять и еще четыре. Девять саморезов. Чтобы разобрать дверь. Сейчас клеим тонировку на него. Тонируем. Завтра поеду на нем на работу. Потому что у меня напарник. Мой матершинник напарник. Который многим понравился. Хочет его посмотреть. Говорит в живую. Вроде как ему интересно его купить. Ну как. Есть интерес короче к этой машине. Он говорит приедь покажи мне его. Он говорит приезжай домой. Он говорит в чем подвох? Он не ездит? Я говорю нет он ездит. Говорит все хорошо. Он говорит ну приезжай покажи мне его. Он говорит так приезжай ко мне вечером. Он говорит нет. Покажи и все. Ну окей. Завтра сейчас еще на нем поеду. Кстати на прошлые эпизоды. Вы видели когда я выгонял его из шапы. Он троил. Короче проблема была в разъеме шестой форсунки. Он жалился на шестую форсунку. Ошибку выдавать начал. Все я ему сделал разъем. Сейчас он не троит. Сейчас работает ровненько. Все восемь цилиндров. Ошибок нет. Все человек у меня не тревожит меня. Потом коллектор то что я заварил. Вот если это коллектор. Это я заварил вот с этой стороны. И чуть-чуть здесь. Но не везде смог подлезть сваркой. Помните я показывал в прошлых видео ленту. Для ремонта глушителей. Клей. То есть не клей. А ленту. И все. Я эту ленту сделал. Обмотал его лентой. Она из стеклоткани. Я ее обмотал. Все. Коллектор тоже больше не секет. То есть получается у меня с коллектором окей. С чеком я разобрался. Единственно ремень маленько попискивает. Ну хер с ним пускай попискивает. Уже не хочу заниматься ремнем. Поэтому как-то вот так. Сейчас у нас пятница. Я приехал сегодня с работы. Уставший. Самосвал водил. Везде не в позе эмбриона. Но надо дела делать. То есть ныть и стонать мы будем потом. Наверное вообще не будем. Это не про меня. Соответственно надо делать дела. Вместо того чтобы сидеть дома бухать пиво. Перед телевизором. Надо заниматься делами. Но я не отрицаю. У меня вон пиво на тулбаксе стоит. То есть я с пивком. Но не сижу просто так. А делаю то что мне нравится. Динамик тоже надо снять. Все маленько мешается. Можно тонировать не разбирая. Не снимая обшивку. Но мне не нравится. То есть я не тонировщик. Не занимаюсь с ним профессионально. Мне проще разобрать обшивку. Чтобы это все сделать. Кнопочка. Раз. Два. Ой сколько проводов там. Как-то так. Сейчас я раскидаю ее быстренько. Заклею. И вам покажу результат. Ну вот. Как-то вот так. Все готово. Смотрите. Ни одного пузырика. Ни одного просвета. Красота. Красота. Она прозрачная. Как я говорю. Это легальная тонировка. В допуске. Подсохнет. Чуть-чуть темнее заднее получилось. Но сзади это не тонировка. Это стекла такие. Да. Чуть темнее. Окей. Главное, что все регально. Все в допуске. Пожалуйста, катайся. Никто тебе слово не скажет. Тут все чистенько у нас. Красота. Привет. А тут? Привет. Все видно. Я говорю. Вид машины меняется. Савтра фоткаю. Сделаю. Будет видно. Но белая машина с черными стеклами. Она смотрится лучше. Ну что, друзья. Все. Отфоткал я фарда. Сегодня буду выставлять. В общем, вот такой вот он стал. Мне он остался в более печальном состоянии. Мне он остался в более печальном состоянии. Но. Я все застал. Закончил. Под ним сухо. Никаких течей нет. Потому что в магазину подъехали. Габариты, конечно. А нет. Отражение просто. Такой вот красавчик. Не рычит. Не пищит. Не скрипит. Починено. Как вам? Фаркопчик стоит. Пятое колесо. Вся эта. Финальная серия у нас по фарду. Это мы заканчиваем. Это у нас финал. Больше вы этого фарда не увидите. Я, может, еще и увижу. Я не знаю, сколько он будет продаваться. Но вы его не увидите. Так что, как-то так. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что комментируете. Ставьте лайки. Делитесь видео. За все за это. Спасибо. Так что, пока-пока. До новых встреч.